Пышные торжественные наряды и декорации, корсеты, длинные юбки, веерапа, реки, карета и даже зимний дворец. В исправительной колонии поселка Горный осужденные воссоздали эпоху Екатерины Великой. К мероприятию готовились более трех месяцев. Под руководством сотрудников заключенные шили костюмы, придумывали декорации и реквизит. Но главное, детально изучали исторический период царствования императрицы Екатерины II. Чтобы участницы могли максимально точно передать атмосферу эпохи, сотрудники проводили для них семинары. В рамках занятия осужденные женщины изучали и нюансы костюмов. При пошиве платьев и аксессуаров учитывалось соответствие духу времени. Материалы для нарядов использовались самые разные – от атласа до целлофана. Что? Ну-ка. Что? Ну-ка. От молодой чужостранки Фике до властительницы Российской империи. На суд жюри конкурсантки представляли целые театральные постановки. Девушки постарались передать весь колорит исторического периода. Тщательно подбирали образы не только главной героини, но и актеров второго плана – крестьян в национальных костюмах, придворных, офицеров и даже юродива возле церкви. Екатерина II. Императрица не самодержится всероссийской. Историческую достоверность номеров, актерскую игру, хореографию и полноту образа императрицы Екатерины II оценивала специальная комиссия. Подобные мероприятия, считают в колонии, способствуют процессу социальной адаптации осужденных. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.